Дом, баньку, все услуги, что-то там, все хорошее для себя, для семьи. Также все насажать, все свое, что было. Ну, не так уж конкретно, как в полях, в деревнях. Но что, самые первые необходимости. Природа здесь хорошая. Люди, по-первых, приезжали, кто-то фундаменты строил, кто-то сосед у меня уже под окна поставил, он живет даже здесь, у него баня все здесь есть. Вячеслав Кизамудинов купил участок в ДНТ Куба несколько лет назад. Мечтал построить дом, ведь пока с женой и двумя детьми живут в однокомнатной квартире. Но успел поставить только капитальный гараж. А потом ему и еще 120 членам двух товарищей объявили. Сделки с землей незаконны, просим освободить участки. Но ведь люди покупали их на свои деньги. Землю мы покупали тысячи за 700-800, конкретно сумму не помню, но 700 с чем-то. Гараж поставили, фундамент все, 6 на 8 с блоком вместе. Гараж, вот сами видите, красивый, большой, но пока тишина. Со строительством не стали начинать строить ничего, потому что с документами проблемы решили. Собрания членов товарищества ДНТ Куба и СНТ «Золотые пески» проходят постоянно. На них зовут и сотрудников администрации. Тщетно говорят, о проблеме знают. Например, сейчас ситуация с ДНТ Куба. Члены товарищества после всех процедур вправе будут выкупить свои участки по второму разу. И никак иначе. Мы уже только в рамках закона сможем предоставить или через торги, ну не или, а только через торги земельные участки. И то в этом месте требуется провести изменение генерального плана, если это будет возможно, так как там охранная зона речки Маренко. И изменение в правилах землепользования. И почему-то никто не обращает внимания на то, что те, кто первоначально купил участки, стояли на очереди в той же администрации, как нуждающиеся. Многие расплатились материнским капиталом, но не пенсионный фонд, пропустивши сделки, не те, кто их регистрировал, последствиями своего труда не интересуются, как будто ничего и не было. Подает заявление о том, чтобы пересмотреть те решения, по которым они выкупили свои земельные участки, то есть заплатили в бюджет города деньги, заключили договор купли-продажи, у них у всех имеется квитанция на руках. Соответственно, администрация пытается сейчас своими заявлениями через суд эти решения пересмотреть, будут ли они возвращать деньги гражданам. Они это не озвучивают. Один ответ, что пока нет решения суда, делать ничего они не собираются. Эти участки в свое время городская администрация выделила под социальные объекты. Их выдали одному из жителей Нефтекамска, чью фамилию, впрочем, не стоит даже называть. Она никому ничего не скажет. Конечно, никакие социальные объекты он там строить и не собирался, а переступил два огромных участка третьим лицам. Они создали некоммерческие товарищества, раздробили территорию на 120 участков и продали горожанам. И вот здесь понеслось. Спустя какое-то время, когда земля оказалась в собственности простых людей, республиканская прокуратура схему признала незаконной. В материалах дела есть письма прокуратуры, которая давала ответ именно Росрегистру при регистрации спорных всех этих сделок, что да, сделки все законные, оснований для прокурорского реагирования не имеются, но суды почему-то остались равнодушны к этим доказательствам, представленным с нашей стороны. И, скажем так, решили все в пользу прокуратуры. Нам на самом деле не совсем понятно, в связи с чем это сделано. Может быть, есть какая-то иная подоплека, кроме юридической. Поэтому этот вопрос, скажем, останется, наверное, без ответа. Когда подобные манипуляции с землей благополучно срабатывают с торговыми центрами, это никого не удивляет. На месте дома по проспекту Комсомольскому 45Г должен был быть тоже социальный объект Аквапарк. От обещанного осталась только часть слова – парковка. И так по всему городу. Такая же схема была реализована с так называемыми прокурорскими банями. В конечном итоге там тоже появились жилые дома. Документы подписывал все тот же Рашид Давлетов. И ничего. А вот когда участки достались не слугам народа, а их господам, все вдруг вспомнили о законе. Ну все суды и суды. То есть то мы выиграем, то прокуратура выигрывает. И это все бесконечный процесс какой-то. Когда он закончится, непонятно. Надеемся, что новый президент что-нибудь разрулит здесь. Потому что прежнему президенту, по-моему, ничего не надо было. Он какой-то ватный был. О семье Эльдара мы рассказывали еще прошлым летом. Его 67-летняя мама из-за угрозы потерять единственный участок, а значит и уже почти расстроенный дом, тяжело заболела. Ее не стало весной этого года. Не выдержало сердце и еще у одного собственника участка. Никто слов соболезнования родственникам так и не выразил. Да и официально сделать этого теперь некому. Все участники манипуляции землей, Алексеянс, Давлетов, отстранены от должностей. А те, кто делил и продавал людям участки, устранились. Но уже сами в добровольном порядке. Теперь люди надеются только на нового руководителя. И даже не города, а республики. И намерены искать правду у него. Сегодня нам бы хотелось обратиться к новому руководству, к Абиру Радифаритовичу, для того, чтобы он нас услышал, увидел, что ситуация у нас, скажем так, плачевная, сложная, осложнена еще судебными тяжбами. Вот хотелось бы, чтобы принял участие как-то в урегулировании этого вопроса. Лилия Гарифульна, Азат Давлетшин, Валерий Зазулин. Время новостей.